Всем привет! С вами Цердум, а это моя первая самостоятельная сборка компьютера. Так, ну что сказать. Провозился я три дня, по два часа примерно день, поэтому постараюсь по максимуму сократить, чтобы сэкономить ваше время. Рассказывать буду и показывать только основные этапы. Так, для сборки мне понадобится нож для распаковки и длинная крестовая отвертка. Сейчас вы можете видеть, как я распаковываю корпус Fractal Design Define C, о котором я упоминал в одном из своих предыдущих видео. Так, довольно тяжелый, непросто его вытащить. Но я справлюсь. Чтобы не залапать сильно корпус, я одел перчатки. Назовем их так, тряпочные. Очень удобные у этого корпуса завертки. Отвертка даже вообще не нужна. Причем они не выпадающие, остаются на своих местах. Выкрутие, они там болтаются. Крышки со звукоизоляцией, боковые стенки. Тоже такие тяжеленькие. В общем, очень добротный корпус. Мне понравился. Единственный момент в этом корпусе, который вы должны учесть, если будете его себе брать, и который не учил я, это то, что Blu-ray оптический привод. Собственно, в нем нет места под него. Поэтому, когда читаете описание корпуса, обращайте внимание. Подсели комплектующие, там есть место. Я же, поскольку брал оптический привод по принципу, ну пусть будет. Особо он мне не нужен. Может, когда не понадобится. Этот момент как-то упустил из виду. Поэтому, просто взял и отнес его назад в магазин. Так, ну вот тут коробочка с болтиками, гаечками для установки комплектующих корпус. Откладываем ее в сторону. И продолжаю изучать корпус. Блок питания здесь вот накрыт специальным кожухом отдельный. Под него отдельная секция. Эти заглушки также не надо выламывать. Они все на завертках. Но единственное, что здесь они, конечно, вынимаются. На местах своих не остаются. Так, это от вентилятора. Провод идет от кулера. Его нужно будет подцепить к разъему на материнской плате. От этого вентилятора, встроенного, провод с другой стороны. Также здесь провода для подключения. Подключение кнопки включения, перезагрузки, USB 3.0. Все это будет подключаться к материнской плате. Кнопочка тут заклеена пленочкой. Вот, кстати, вот в тряпочных перчатках неудобно с мелкими деталями работать. Это вот пылевой фильтр, съемный на магнитиках, который устанавливается сверху. Если снять заглушку, то можно его установить, чтобы пыль меньше попадала в корпус. Также под кожухом есть корзины для жестких дисков в количестве двух штук. Там же, где блок питания, вот здесь блок питания. Левее корзины. Там сетка. Пылевой фильтр установлен нейлоновый, который можно легко снять, промыть, снова поставить на место. Тут я приступаю к распаковке материнской платы. Так вот оно упаковано. Такие всякие проводочки там идут в комплекте. Приспособы. В общем, пугаться этого не нужно. Все, достаете, разглядываете, раскладываете. Различные болтики для крепления. Наклеечки могут быть какие-то там. Все в сторонку. Достаете инструкции. И изучаете внимательно. В принципе, там все понятно изложено. Это инструкция для крепления вентилятора отдельного, который в комплект не входит. Но кронштейн к нему есть. Диск с драйверами особо не нужен. В принципе, потом, конечно, если вы будете оптический привод ставить, он может вам пригодиться. Вообще, все с интернета скачивается. Вот. Самое главное, это вот такие вот инструкции. Здесь вот показано, как правильно установить процессор. Все просто и понятно. Открываете, читаете, смотрите. Вот даже показано, что как кулер системы охлаждения подключается. На другой страничке оперативная память. Показано, как ставится одна планка в этот слот. Две. Так, через один ставится. Четыре. Ну, те просто вовсе ставятся. Так, вот еще одна очередная страница инструкции. Тут показано, как подключать видеокарту, как подключать провода передней панели, питание материнской платы, процессора. Забегая наперед, скажу, что подключение провода передней панели мне вот эта картинка не помогла. Пришлось лезть в книжку, более подробную, в описании материнской платы. Там более подробно расписано и более понятно. Здесь довольно схематично. Так что лучше сразу обращаться к более подробной инструкции. Иначе потеряете времени столько же, сколько я потерял на этом, пока я разобрался. Также к корпусу идет интересная инструкция, в которой, можно сказать, расписана пошаговая сборка компьютера. Вот тут указано, сперва крышки снимаете все. Прямо выделяется, что нужно делать в первую очередь. Откручиваете тут болтики. Перелистываем дальше. Здесь показано, что берете материнскую плату. Сперва устанавливаете на нее оперативную память, кулер. Опять же, смотря какой кулер конструкции, можно сперва его поставить, потом оперативную память. Далее, справа уже материнскую плату с установленными планками оперативной памяти, кулером, башней системы охлаждения радиатором. Устанавливаете в корпус. Показаны вот эти вот все гаечки, которые нужно там вкрутить, болтики. Вот. Все понятно. Потом материнскую плату. Видеокарту устанавливаем. Тут вот показано, как жесткий диск установить в корзину. Это вот, собственно, фильтр, который вот сверху ставится. Все как... Все рассказывается. Как, что, куда прикручивается. Все просто и понятно в картинках. Вот показано, что можно дополнительно вентиляторы устанавливать, куда и как. Ну, я попробую обойтись штатными пока. Посмотрим, что из этого получится. В принципе, уже пользуюсь, пока вроде ничего не перегревается. С верхнюю крышку я не снимал. Вот они все, тут фильтры показаны. Все просто и понятно. Габариты показаны. Какие можно максимум сюда башню установить в воздушной системе охлаждения. Моя система охлаждения проходит по всем габаритам. Тут также вот габариты видеокарты с вентилятором, без вентилятора. Без вентилятора, если убрать, то можно подлиннее видеокарту воткнуть. Вот моя как раз входит даже с вентилятором. Как я и планировал. Здесь я уже распаковал материнскую плату. Оставил ее на всякий случай на антистатической пленке, в которой она была упакована. И хочу приступить к установке процессора. Смотрю инструкцию. Снимаю крышку. Следующий этап. Вот это вот специальная рамочка для процессора. Нужно процессор установить в эту рамочку. А потом уже материнскую плату в ней ставить. В самой рамочке еще отдельная инструкция обнаружилась по установке процессора. Также показано, что у рамочки там уголочек специальный. И есть меточка такая у процессора. Они должны совпадать, когда вы устанавливаете. Вот два этих уголочка. Находите уголочки. Затем защелкиваете маленькие защелочки. Аккуратненько. Неудачно снимаю. Плохо видно. Но вот он защелкнулся и не выпадывает. Еще раз я сверяюсь с инструкцией. Все ли правильно я сделал. Вроде бы все правильно. Приступаем к установке материнскую плату. Нужно отогнуть рычажок. Высвободить прижимную планку. Все. Теперь ставим так же уголочек к уголочку. Все по схеме. Закрываем аккуратно. Прижимаем. Защелкиваем. Все. Процессор установлен. Далее. Далее распаковываю систему охлаждения. Кулер мастер. Воздушную. Смотрю. Проверяю сокеты и крепления. Чтобы подходили. Хотя это я заранее проверил. Конечно. Достаю все запчасти. Кулер. На радиатор. Который будет устанавливаться. С интересной. Такой. Стереонаклейкой. Так. Это вот сам радиатор. Медной трубки. Алюминиевой пластины. Прямой контакт трубок здесь организован. С процессором. Сверху наклеечка. Которую нужно снять перед установкой. Вот видите. Как смещены трубки в сторону от оси. Это позволяет свободно устанавливать оперативную память. Радиатор не помешает. Затем берем спирт. Я нашел 95 процентный. Если найдете 99 еще лучше. Меньше будет оставаться следов на крышке. Протираем. 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 Тем самым обезжиривая поверхность. Для лучшего контакта. Крышки процессора. С трубками радиатора. Системы охлаждения. Далее стал разбираться с системой крепления радиатора. Системы охлаждения. Если бы я сейчас собирал компьютер. Я бы сперва с ней разобрался. Потом бы протирал крышку процессора. Ну. В принципе. Не принципиально. Особо. Так. Берете инструкцию. И смотрите. Какое крепление к вашему процессору. Потому что тут две системы. Intel и AMD. У меня Intel. Вот. Я нашел подходящую. Нашел болтики. Подходящие. Все в инструкции подробно там указано. Не ошибетесь. Вставляете. В зависимости от того какая у вас там система. Ну. Я подозреваю что они все похожи. Закрепляются такими клипсами. На кончиках у них выступы. Которые попадают в те пазы специальные. В инструкции указано в какой паз под ваш сокет. Нужно вставлять эти клипсы. Защелкивать. Я действовал согласно инструкции. Все установил. Нужные пазы. Вот. Торчат болты. Все. Теперь. Согласно инструкции. Нужно с обратной стороны материнской платы. Продеть болты в отверстия материнской платы. Что я и попытался сделать. Ну. К моему удивлению ничего у меня не получилось. Я стал разбираться в чем причина. Еще раз проверил инструкцию. Все правильно. В нужные пазы все вставлено. Но. Ничего не получалось. Поэтому я подумал логически. Что где-то ошибка. Либо в инструкции. Либо в материнской плате. И. Поскольку. Болтам требовалось пошире. Расстояние. Я. Поставил в другую. Паз. Более. Широкое. Чтобы получился. Расстояние между болтами. И. Все получилось. Выяснилось. Что в инструкции ошибка. Нужно. Ставить под сокет 1366. Клипсы. Чтобы попасть на сокет 1151. Вот и такое оказывается бывает. Так что имейте ввиду. Если будете ставить этот кулер. Который устанавливал я. То там инструкция вот такая ошибка. Хотя. Может быть это и в материнской плате. Не по тот сокет. Отверстия разнесены. Это. Тайна. Так. Далее. Подбираем. Болты. Остальные. По инструкции. Гайки. Подбираем. Накручиваем. Тут я обнаружил в инструкции. Что оказывается. Не обязательно просто смотреть на картинке. Какие там болты. А можно пойти наоборот. От болтов. Они все подписаны. По буковкам. Все запчасти. И потом уже на картинках. Конкретно можно смотреть. Какой болт. Как он выглядит. И куда вставляется. Тут я опять невнимательно посмотрел. И обнаружил что. Планкеты я не так установил. Пришлось все откручивать. И заново прикручивать. Это было не сложно. В общем. Что я хочу сказать. Внимательно читайте инструкции все. Чтобы меньше. Переделывать потом. Струкции подробные. Струкции подробные. Все в них есть. Это специально. Тут такая головка входит в комплект. Для закручивания гаек. Под отвертку. Очень удобно. Я установил планки для крепления радиатора. Затянул. Старайтесь не переусердствовать затяжкой. Чтобы ничего не поломать. Так. Ну вот. В принципе. Все готово. Для нанесения термопасты. Вот это отверстие. Специально показано. В каком положении нужно затягивать. Под какой сокет. Ну что ж. Приступаем. К нанесению термопасты. Я решил попробовать вариант. Который я нигде не видел в интернете. Просто сам придумал. Это использует строительный скотч. Чтобы не испачкать. Все вокруг. Когда буду. Размазывать. Термопасту. Берете узкий строительный скотч. Желательно это делать без перчаток. Потому что этот в перчатках намучился. Он. Перчатком липнет. А к деталям. Крепление процессора не очень липнет. Ну может быть скотч старый. Уже у меня завалялся. Не знаю. В общем. Заклеиваете вокруг все. Аккуратно. Скотчем. И потом наносите термопасту. И размазываете какой нибудь. Ненужной пластиковой карточкой. И получается очень аккуратный. Тонкий слой. Толщиной. Примерно. С толщиной скотча. Ну может чуть потолще. И все вокруг чистенько. Когда вы снимаете его. Итак. Выдавливаем. Примерно. С горошину термопасты. Я использую термопасту. Которая идет в комплекте с кулером. Раз производитель заявляет. Что этот кулер. Ну точнее. Радиатор. С кулером. Будут рассеивать 180 ватт тепла. Значит и термопаста. Которая входит в комплекте. Должна. Не препятствовать этому. Как минимум. А там дальше видно будет. Через год-два высохнет. Начнет расти температура. На процессоре. Заменю. Либо на другую. Если это уже засохнет. Тюбик или обновлю. Да и все. Вот. Собственно. Размазываю. Карточкой. Пластиковой. Аккуратно. Вот. Результат. После снятия скотча. Все вокруг чистенько. Аккуратный. Более-менее ровный слой. Практически по всей поверхности. Справа вот маленькая тут. Не домазал. Но если вы будете делать. Точнее. Клеить скотч без перчаток. Аккуратно вырезать ножницами. А не как я и в перчатках. И отрывал. Чтобы неудобно было. То я думаю у вас будет гораздо аккуратней. Далее берем. Радиатор. Системы охлаждения. И устанавливаем. На процессор. Не забудьте отклеить пленочку. Защитную. Если. Процессор у вас. Неровный. Выпуклый. И. Поверхность. На радиаторе. Установочной. Тоже неровно. То. Вам потребуется. Слой. Термопасты. Потолще. Устанавливаем. Прикручиваем. Слева. Там. Он. Зацепляется. За крючок. Данная. Конкретная. Модель. Не знаю. Как остальные. С этой стороны. Привинчивается. Затягиваете. Слегка. Не дотянул. И пошевелил. Чтоб равномерная. Паста распределилась. Теперь. Затягиваю. До конца. Не перестарайтесь. Здесь. Не нужно нам большое усилие прикладывать. Достаточно. В принципе. Пальцами. Хорошенько. Притянуть. Проверил. Не шатается ли. Не скользит. Нет. Все стоит. Прочно. Плотно. Все. Радиатор. Установлен. Все. Установлен. Всякий случай. Чуть. Чуть. Подтянул. Так. Приступаю. К установке. Оперативной памяти. Здесь. Вот. Видно. Специальная прорезь. Она. Не даст вам. Поставить ее. Неправильно. Потому что. Там. Вот. В слоте. Куда. Устанавливается. Она. Не даст вам. Есть. Перемычка. Которая. Должна. Попасть. В эту. Прорезь. Иначе. Не поставить. Устанавливаю. Согласно. Инструкции. Прилагается. К материнской. Плате. Если. Это. Одна. Планка. То. Это. Первый. Слот. Как правило. От. Радиатора. Если. Две. Планки. То. Это. Второй. Четвертый. Если. Четыре. Планки. Оперативной. Памяти. То. Все. Соответственно. Четыре. Слота. Заполняются. В общем. Опять же. Внимательно. Смотрите. Что. Есть. Защёлочки. В данной. Конкретной. Модели. Материнской. Платы. Они. Справа. Находятся. Вот. Видите. Откидывающих. Слева. Нет. Защёлки. Несколько. Затрудняет. Установку. Тем не менее. Я справился. Сейчас. Я смотрю. Все ли попадает. Вот. Да. Это прорезь. Все. До конца. Я вставлю. Защёлка. Справа. Должна. Защёлкнуться. Бывает. Что защёлки с двух сторон. Тогда проще вставлять. Они одновременно защелкиваются. При установке. вентилятор. Показываем в ускоренной съёмке. Чтобы экономить время. В принципе. Тут ничего сложного нет. Смотрите. Инструкцию. Прикручиваете. Крепление. Только. Вот. Это крепление. Кстати. Особенно. Не нужно. Переусердствовать. Затягиванием. Поскольку. Пластмасса. И. Очень легко. Сорвать. Резьбу. Один из четырёх. У меня. Шурупов. В итоге. Стал прокручиваться. В принципе. Это оказалось не критично. Редактор субтитров permite мамуerald, или DiamondUSAX и не вер Winter или карту на баллах. Редактор субтитров Вenosу вместо Логафа. В долларов. Редактор субтитров 20-idos. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В комплект также входят резинки специальные для того, чтобы вибрация от вентилятора не передавалась на пластины радиатора, не было постороннего шума, не клеятся по углам кулера и соответственно будут служить прослойкой между кулером и радиатором. Также хотелось бы отметить, что при установке конкретно этого радиатора и кулера с ним, который не мешает установке последующей планок оперативной памяти, лучше сначала все-таки установить кулер, а потом планки оперативной памяти, потому что они высоковаты и приходится теперь кулер запихивать под углом, заведя нижний край за планки и потом уже одеть на радиатор. Была опасность помять пластины при этом, погнуть. все обошлось, кулер встал на место, говорю чтобы было проще, если у вас модель также не нависает над слотами оперативной памяти, то лучше сперва поставить радиатор и одеть на него кулер, а потом уже устанавливать планки оперативной памяти. Теперь приступим к установке SSD диска в слот М2. Для этого потребуется отвертка меньше той, которую вы использовали до этого. Основная отвертка это PH2, а это PH1. Закручиваем радиатор. Снимаем. Интересная такая толстая пластина, с обратной стороны специальная, не знаю как это назвать, наклейка термическая, которая должна будет прикладываться к SSD диску. Открываем инструкцию, смотрим как правильно ее установить. Вот этот слот устанавливается под углом и опускается. также вот есть всякие вырезы, по которым можно разобраться. Вот у нас, соответственно, правая, правый вариант. Находим в комплекте материнской платы гаечки-болтики для установки. Вкручиваем подходящее по длине вашего SSD диска место. Вставляем в слот. Опускаем и прикручиваем. Мне вот было, честно говоря, непонятно, надо ли снимать эту бумажку сверху для лучшего охлаждения. Но, когда я попытался ее потянуть за крающих, выяснилось, что она целиком не хочет отходить и начинает рассекаться на мелкие кусочки, из чего я сделал вывод, что, скорее всего, она должна остаться на диске, поскольку на ней, собственно, вся информация об этом диске. Штрих-кода, номера, и теоретически на материнской плате могло не быть такого радиатора, поэтому, я думаю, ничего страшного, если эту бумажку оставить. Не забудьте снять наклеечку с радиатора в том месте, где он прикладывается к вашему SSD диску. Дальше разбираемся с комплектующими для установки материнской платы в корпус. На коробочке, прилагающейся к корпусу, все понятно расписано, какие болтики, куда, для чего используются. Вот эти конкретно пенечки, назовем их так, болтиками, такой гибрид гаечки с болтиками, служит для установки. Вот эта вот пластина, которую сейчас видите, она служит для установки стандартных SSD дисков, таких прямоугольных. Здесь вот их можно аж три штуки прикрутить. Вот этот болтик откручиваете, снимаете пластину, прикручиваете входящими в комплект из той коробочки, которую до этого смотрели, болтиками, и назад устанавливаете. Вот опять же смотрим инструкцию к корпусу, кулер установили, оперативную память установили, заглушку установили. А, нет, не установили, а как раз сейчас я этим и займусь. Вот, собственно, это заглушка, входящая в комплект материнской платы. Она устанавливается в корпус, и потом туда выходят через нее все разъемы материнской платы. Вот такая вот симпатичная вещь. Как ее ставить, можно сориентироваться по тому, как будет стоять ваша материнская плата в корпусе, чтобы все разъемы попали в нужное отверстие. Все разъемы подписаны. Аккуратно вставляем и защелкиваем ее, постепенно придавливая по периметру. Она должна защелкнуться. Так, все получилось у меня. Теперь вкручиваю те самые желтенькие пенечки, как я их называю. При выборе материнской платы и корпуса не забывайте, что форм-факторы должны совпадать, иначе вы ее можете и не поставить. Вот здесь конкретно в комплекте идет 8 штук этих болтиков. Посередке здесь в корпусе сразу установлен свой пенечек такой, без болтика. В него ничего не вкрутишь, он просто как центрирующим является, по всей видимости. Заводим аккуратно материнскую плату. Аккуратненько попадаем в отверстие. Стараемся ничего там не замять. Субтитры создавал DimaTorzok Так, вот пенечек там попал в отверстие. И вот там хорошо очень видно желтенькие опоры под материнскую плату. Вкручиваем болты из комплекта. И приступаем к подсоединению проводов передней панели. Берем инструкцию к материнской плате. Это я взял к корпусу. Здесь она очень схематичная. Вообще мне не помогла. Ну как не помогла? Буквально первые там спут поставить. А дальше возникли сложности. Так, это голубенький такой USB 3.0 Разъемы на корпусе. Это все идет к передней панели. С USB 3.0 вообще проблем нет. Сразу понятно, куда его включать. А вот с этими проводами мелкими. Тут, я говорю, пришлось повозиться. Смог я разобраться только с помощью инструкции к материнской плате. Большой. Которая как книжечка. И то остались определенные сомнения. Но в принципе в итоге все заработало. Поэтому думаю все нормально. Вот собственно эта инструкция. Вот подробная схема. По ней удалось разобраться. Что куда. В общем, как говорится. Глаза боятся, а руки делают. Главное не спешите. Проверяйте, перепроверяйте себя. Все у вас получится. Продолжение следует. Это вот один провод у меня остался. Это от вентилятора вот этого правого. В итоге я его подключил с торца видеокарты потом. Для того, чтобы он сработал, если видеокарта начнет перегреваться. Все. Приступаем к установке видеокарты. Как обычно, тот диск, который, как правило, сейчас не нужен. Мне даже и оптический привод не будет установлен. Сейчас все. С интернета все драйвера устанавливаются. Либо с флешек. Вот, собственно, видеокарта. К ней буквально идет проводочки, стяжки в комплекте. И все. Конкретно в данной комплектации, данной модели. Распаковываем. Аккуратно, не спеша. Сверху пленка защитная. Заглушки. Снимаем заглушку. Также здесь прорезь, которая не даст вам засунуть ее, куда попало, как попало. Заглушки для разъемов. Здесь вот я лишнюю выкрутил. Пришлось на место ставить. Два требуется с разъема. Две заглушки. Точнее, требуется снять, чтобы поставить видеокарту. Обратите внимание, там вот под радиатором батарейка блестит круглая. Умиляет меня установка ее, конечно. Когда она сядет когда-нибудь, мне придется снять видеокарту, чтобы достать эту батарейку и заменить. Какие-то коцки на поверхности непонятные. Казалось бы, новая видеокарта не должно быть никаких. Ну, возможно, это следы от какой-то пайки внутренней. Так, аккуратно устанавливаем. Попадаем в разъем. Главное, не спешите. Через силу не надо ничего пихать, чтобы сломать. Если вы хорошо попадете, то встанем без проблем. Не нужно прикладывать чрезмерных усилий. Вот, я попал. И она спокойно встает. Теперь закрепляем ее с помощью болтов, входящих в комплект заглушек. Если у вас корпус с ламывающимися заглушками, там, честно говоря, не знаю. Возможно, болты в комплекте корпуса найдутся. Вижу, в этом корпусе все удобно. Все на болтах, не надо ничего ломать. Спокойно все выкручивается, закручивается. Корпус компактный. Тем не менее, все, что надо мне, в него вошло. Еще при желании, можно и вторую видеокарту поставить. Вот разъемы, как раз для подключения второй видеокарты. Точнее, не подключения, а соединения вместе их. Вот, собственно, сюда подключу потом этот вентилятор. Так, сейчас вот задняя сторона корпуса. Здесь вот устанавливаются у него HDD-диски. Вот эти корзины специальные. Тоже ничего сложного нет. Достаете корзину, прикладываете. Доходите болтики в комплекте корпуса. Вот они там подписаны. Поставили, прикрутили. Подтянули. Это не на резинках. В принципе, ничего тут не перетянете. Чуть-чуть резинки расплющили. Все, он держится, никуда не денется. Все, поставили на месте. Есть место еще для одного, в случае чего. Хотя мне 4 терабайта хватит на очень долго. Опять открываем инструкцию, сверяемся. Тут какие-то можно делать манипуляции с перемещением этой корзины. Но мне это не нужно. Так, смотрим провода в комплекте к материнской плате. Какие шли для подключения. Вот, есть такой вот угловой. Мне он не очень подходит, потому что он вниз провод. Сперва должен пойти. Поэтому я беру второй вариант, который из всяких углов вставляю. И, соответственно, второй край к материнской плате просовываю. Тоже, в принципе, никаких сложностей нет. Смотрите, инструкция, если непонятно. По форме его, в принципе, можно сразу сориентироваться, куда он встает. Так же, как с USB 3.0, к разъемам проблем у вас не возникнет. Куда его подключить? Вот, смотрите инструкцию на всякий случай. Чтобы удостовериться, тот ли разъем вы хотите ставить. У меня тут возникает сложность, опять же. Выясняется, что он находится на видеокарте. Поэтому я назад его выдергиваю. Снимаю резинку, чтобы увидеть его. Тут я еще пытаюсь так его увидеть, ничего не получается. Снимаю резинку. Тогда его там не становится хорошо. На вам не очень. Его нормально было слева видно. Сейчас вот я снял. Даже вам, в принципе, там вот сейчас было видно. Чуть-чуть его. Вот, и все. Смотрю, как он там должен входить. И вставляю в нужный разъем. После чего устанавливаю резинку на место. Также никаких сложностей в этом не возникло. Даже в перчатках. Ну, еще раз хочу сказать, просто, в принципе, помойте руки с мылом хорошо, чтобы меньше оставлять жирных следов. И можно периодически их мыть, вытирать насухо, чем возиться в перчатках. В перчатках сложновато. Так, теперь я приступаю к установке блока питания. Достаем содержимое, провода, всякие стяжки тут идут. Вот, такое было питание у меня. Комплект проводов. Сумочки. Также какой-то мешочек он выложил, а правее лежит непонятность, зачем он мне, деньги на него лишний платить. Изучаете провода, инструкция. Это вот самый широкий разъем, это для материнской платы. В зависимости от количества контактов. Можно там увеличить его на четыре. Смотрите провода, подключаете. Вот это для материнской платы. Это вот я нашел два одинаковых провода. Они отличаются толщиной проводов и длиной. Это для подключения более центрального процессора. Вообще ненужные мне провода. Это вот для подключения жестких дисков я взял. Можно их несколько штук подключать. У меня один. Игорь Негода. Осざ SHE. Прикладывайте или просто смотрите Разъем материнской платы по количеству контактов видно Так называемых пинов Что у меня нужно все использовать Поэтому я подсоединяю дополнительные четыре Это вот рамка Идем в установке блока питания Смотрим по инструкции Все понятно куда она вставляется Крепится Находим по коробочке опять же Необходимые болты Все подписано Прикручиваем Прикручиваем Провода пропихиваем Да, вот кстати Провода сперва все-таки в блок питания нужно вставить Потом вставлять блок питания в корпус По крайней мере в мой Потому что он компактный Потом вам не получится провода там вставить никак Видите как плотно там все Попробую теперь вставить Установили, прикрутили Все, провода готовы к подключению Вот я подключил жесткий диск Лишние провода упаковал Чтобы не болтались Здесь у нас специальные есть стяжки на липучках Опять же в перчатках я вам пришлось снять сразу Потому что там липли перчатки Так, все, провода все лишние прячем Изгибы Подключаем материнскую плату Далее Приступаем к подключению видеокарты Тут у меня, правда, тоже возникли определенные сложности По инструкции было не совсем понятно, как подключать Были нарисованы два разъема На одном почему-то галочка На втором почему-то крестик Но в итоге Я посмотрел дополнительное видео на YouTube По подключению моей видеокарты Увидел, что там везде Оба разъема заняты Ну и, соответственно, использовал Провод, подходящий Для заполнения этих двух разъемов Это вот я выбираю провод для подключения центрального процессора Написано, вот CPU на нем Их два в комплекте шло Один потолще, подлиннее, другой покороче И потоньше Там, смотрите, просто по компоновке корпуса, какой вам удобнее В принципе, все провода имеют уникальные формы пинов этих вот пластмассовых И, собственно, куда попало, вы не вставите Если вы видите, что провод не вставляется в какой-то разъем Значит, скорее всего, вы не тот провод не туда пихаете Не нужно ничего через силу делать Так, вот, соответственно, я Подключил провод Выше он Вы можете видеть там Выше радиатора Вентилятор вставлен И пытаясь поудобнее расположить провод от вентилятора Который я уже ранее подключал Я его отцепил И сейчас устраиваю его поудобнее Все, теперь он у меня не будет на радиаторе лежать Будет подтянут проводом от процессора Ближе к задней стенке Вот, видите, подтянуем туда Все Процессор подключен Материнская плата подключена Видеокарта подключена Вентиляторы я все подключил Боковой, по-моему, тоже там уже к видеокарте Подключил Справа, который Так В принципе, вот Можно сказать Почти все Так Вот у меня остался проводок от блока питания Который я не знал Куда девать Но в итоге я разобрался Путем поиска в интернете Что это, оказывается, провод Для Это вот я провод сейчас процессора центрального Подключаю А тот проводок это оказалось Именно у корсара У фирмы есть такая Специально отдельный приборчик Назовем его так Который подключаются Все устройства корсер На компьютере И можно их там Отслеживать работу И так далее Поскольку у меня только Блок питания и оперативная память Корсер Смысла я не вижу Тратиться на это Так Ну вот Собственно Остается только Немножко кабель менеджмента И Процесс сборки Завершен Укладывайте провода Поудобнее Закрываете крышки Все на место Подключаете Монитор И можно будет устанавливать Windows Про установку Windows Возможно Я расскажу В одном Из следующих Своих роликов Но Обещать не буду Потому что Как выяснилось Установить Windows Очень просто И Не очень охота Тратить На это Своё время На разъяснение Всех нюансов Просто Заходите На сайт Microsoft Там Находите Подробнейшую Инструкцию Как это Делается И В завершение Демонстрирую Вам Вид Своего Рабочего Места Которое У меня Получилось Себе Создать До этого Сидел За маленьким Походным Раскладным Столиком Напротив Вот этого Телевизора Который Вы видите Справа Теперь У меня Есть Полноценное Рабочее Место Со временем Я его Дополню Веб-камерой И еще Одним Монитором Когда Доберусь До стримов А возможно Еще И Микрофоном Хорошим На этом Все Я с вами Прощаюсь Всем спасибо За просмотр До новых Встреч Субтитры